В начале мая заготовленную икру пеледи поместили в специальные пруды на Бельском заводе. Такой способ выращивания наиболее эффективный. Мальки сразу учатся самостоятельно находить пропитание и выживать в естественной среде. Они полностью приспособлены к жизни в открытой воде. Перед выпуском всех рыбок взвесили. Средний вес должен быть не менее трех граммов. После мальков по специальным каналам выпускают в реку Белую, а оттуда они добираются до Братского водохранилища. Потом уже взрослая пеледь вернется в реку для нереста. Навеска у нас по согласованию идет 3 грамма. Сегодня мы заводили невод, брали рыбу на исследование, то есть взвешивали ее. Рыба уже достигла своей навески и в среднем рыба составляет 4 грамма на сегодняшний день. Чем крупнее рыба, тем у нее больше выживаемость в естественных условиях. То есть, то, что рыба крупнее, это хорошо. Уже десятый год подряд российский энергохолдинг «Н-Плюс», основанный Олегом Дерипаской, успешно проводит программу по восполнению водных биологических ресурсов. За это время в водоемы при Ангаре сотрудники «Н-Плюс» выпустили более 2 миллионов особей молодой пеледи. Затраты на искусственное воспроизводство составили более 15 миллионов рублей. Это для нас юбилейный год. Мы уже 10 лет занимаемся выпуском молодей пеледи в Братское водохранилище в рамках программы искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. Так как мы являемся крупным водопользователем в нашем регионе, вопросы экологии региона для нас стоят в достаточно назначенном месте. Поэтому искусственное воспроизводство для нас является достаточно приоритетным направлением. По оценкам специалистов, искусственное зарыбление, в том числе при участии бизнеса, помогает сохранить экологический баланс на водоемах. Юлия Бахатова, Артур Рощупкин. Новости сейчас.